Но на самом деле, когда вы от кого-то зависите, вы находитесь в ситуации ограничения. Любое ограничение – это дискомфорт. Мужчина, зависящая от женщины, испытывает дискомфорт. Потому что она, как бы, я другому отдана, век ему верна, значит, вот, и ничего с ним не сделать. Пришел пьяный, пришел еще какой-то, еще какой-то, все терпеть. Ну, то есть его же так просто не выгонишь, особенно если у тебя пятеро детей, да? Вот, и, конечно, как там женщины в сердцах, убило бы, но не убить. А убьешь тоже неудобно. А мужчины от женщины зависят? Ну, вот вопрос меньше-больше, невозможно сравнить все, что ощущается по-разному. Ну, вот, потому что, ну, во-первых, на нем есть моральные обязательства, что он, значит, как бы, если ты с девушкой что-то сделал, ты уже, типа, должен как-то что-то с этим делать. Уже зависимость. Улавливайте. Мужчина, естественным образом, не чувствует. Ну, то есть мой гермес, значит, с герой это сделал и помер, его вообще ничего не волновало. А там о детях позаботиться, там как-то, я не знаю, официальные отношения оформить, ну, имею совесть. Вот, нет, вот, такой биологической инструкции нет. Мужской дискурс о женщинах и женский дискурс о мужиках. Вот это то, что я ненавижу. Ну, во всех представителях полов, неважно. Потому что из-за зависимости мужчина про женщину не может хорошо думать. Ну, она его держит на этой, на поводке. Вот, а женщина, о мужчине, ощущая себя в зависимости с ней, может про него хорошо говорить? Вот, да, значит, и все это, конечно, превратилось вот в войну полов. Война полов абсолютно противоестественная для вас, для нас вещь. Она, мы видите, мы друг к другу вообще очень хорошо подходим.